Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Наш собеседник сегодня поэт и переводчик Илья Кутик. Он живет и преподает в Чикаго. Илья, у вас была и остается репутация остросовременного поэта. В то же время вы уже несколько десятилетий занимаетесь переводами. И как раз в Америке вы переводите поэтов XVI и XVII веков. Откуда вот этот интерес у остросовременного поэта к поэтической архаике? Я начал опять переводить, когда была эпидемия ковида. И я перевел то, что я хотел давно перевести, поскольку старый русский перевод был довольно отвратительным. Это «Рейп оф Люкри» из Шекспира. «Изнасилование Лукреции», которое я перевел как «Поругание Лукреции». Она у нас переводилась под названием «Обесчещенная Лукреция» или просто «Лукреция» в советское время, чтобы не поганить, соответственно, название. Я перевел ее. Это очень длинная барочная поэма. А поскольку к барокко у меня всегда была давняя страсть, как у современного поэта, то я решил упражняться к барокко на Шекспире. И перевел. А с тех пор и пошло, пока мы все пережидали эпидемию ковида, я перевел большой том Александра Попа. Это не 16-й, не 17-й, а 18-й век. Но у Попа огромное количество референций и упоминаний разных авторов с 16-го по 18-й век. И, соответственно, чтобы сделать этот том достаточно представительным, я решил перевести еще дополнение к самому Попу. А это весь Поп, какой был оставлен автором, все его поэмы, все его стихи. Соответственно, я стал переводить поэтов, которых он упоминал в своих стихах. И это вышло еще дополнительно том. То есть общий том получился тысячу страниц. Такая вот получилась у меня карусель. И, соответственно, через Попа я узнал о многих авторах, которых до этого не слышал. Их перевел тоже отдельными томами. Так вышли тома трагедии Отуэя. Ну, Драйдена мы все слышали имя, но трагедии его никогда не переводились, хотя он был известен как именно драматург. И я перевел большой том трагедии Драйдена впервые на русский. Илья, мы примерно с вами одного возраста, я даже немножко постарше, но девять десятых, если не девяносто девять процентов того, что вы сейчас перечислили, я никогда в своей жизни не читал. Откуда у вас интерес с молодости к иноязычию? Ведь переводы должны быть чем-то мотивированы. Я не люблю соревноваться. Гордыня неуместная, соответственно, переводить то, что уже было переведено, мне не очень интересно. Мне важно в этом деле открывать то, что неизвестно русскому читателю. В общем, переводчик — это лошадь просвещения. В этом смысле мне важно открывать то, чего по-русски нет. А такого в яковианское время, во времена обоих Карлов, что первого, что второго, а также во времена Анны Стюарт, очень много. И этого совсем нет по-русски. Соответственно, меня привлекает скорее просвещенческая задача, нежели всё остальное. Илья, вы уже упомянули слово «барокко», поскольку мы говорим и о Елизаветинской эпохе. Эта эпоха неплохо исследована. Мы в общем представляем себе культуру, литературу, даже политическую философию этой эпохи. В эту эпоху уже появились переводы. Их называли английским словом «domestication», то есть «одомашнивание». Вы переводили Шекспира, но, с другой стороны, вы переводили его современника Томаса Кейвуда. Для меня, честно говоря, эта эпоха барокко, она немножко на одно лицо. А для вас это разные поэты? Это разные тренды, стили? Это разные поэты, абсолютно разные. И Шекспир сильно выбивается из них, из всех. Я, надо сказать, только что, буквально на днях закончил «Том Шекспира» шести трагедий, которые менее известны, чем шесть других, которые все были переведены Пастернаком. То есть я перевел Тит Андроник, Юлий Цезарь, Тимон Афинский, Траилы Кресида, Кориолан и Цимбелин. Эти трагедии по-русски присутствовали, но в очень средних, прямо скажем так, переводах. И я решил перевести заново. И Шекспир, должен вам сказать, сильно выделяется на фоне всех других авторов. По-русски он, конечно, не так, как по-английски, потому что Шекспир – самый эллиптический поэт, которых я переводил. То есть он начинает предложение, и тотчас же его заканчивает, а все в середине выпущено. Это надо вам домысливать уже самому, что делают все переводчики на свой вкус и лад. Что касается Хейвуда, то он, хотя и современник Шекспира, конечно, ничем на него не похож. Он сочинил 240 пьес. Из них дошло только несколько, потому что они никогда не были опубликованы. И Хейвуд не хотел печататься именно за то, что подготовка книг требует времени. А у него времени не было, он пытался зарабатывать драматическим искусством деньги. Но кое-что все-таки было издано, и то, что было издано, сохранилось, а остальное нет. И я перевел из этого его пьесу, одноименную Шекспиром «Поругание Лукреции». Вопрос, конечно, остается в том, насколько Хейвуд знал Шекспира, но, судя по стилистически, они никак не совпадают. То есть Хейвуд в меньшей степени борочен, чем Шекспир. И он яснее Шекспира, и менее заковырец, чем Шекспира. То есть у него, в общем, действие развивается линейно, в отличие от Шекспира. Что касается других авторов, то я, например, перевел для Тома Поупа длиннющую поэму тоже Елизаветинского, но уже жившего еще и во времена Якова, поэта, который совсем неизвестен по-русски. Звали его Джон Тейлор. Его прозвище – водный поэт. Он долгое время служил паромщиком на Темзе и лодочником. Такси водяное он, собственно, этим занимался на Темзе. Перевозил с одного берега на другой, в разные места. И одновременно сочинял стихи. И я перевел его грандиозную, возрожденческую практически поэму, которая называется «Похвала конопляному семени». Она была очень знаменитой. Более того, это было первое стихотворение или поэма в Англии, в которую упоминался Шекспир после его смерти. Он упоминается даже дважды в его поэме. «Похвально», потому что Шекспира забыли после его смерти. И только там или сям его имя возникало опять. И вот у Тейлора Шекспир появляется опять. И поэма, она грандиозная совершенно. Поэма, в ней, собственно, сказано на фоне конопли обо всем, о чем можно только сказать. Начиная от религий, книгах, знаках зодиака, морских приключениях и так далее, и так далее. Там не счесть предметов, которые оговариваются и описываются. И поэма длиной в 60 страниц. На какой русский вы переводите? На русский какой эпохи? Какова степень стилизации? Сколько в этих переводах кутика? Кутика там в определенной, конечно, степени хватает. Но я пытаюсь переводить в общем на современный язык. Пытаюсь употреблять как можно меньшее количество архаизмов. Но архаизмы появляются. Сей, кою, коей и так далее. Это все есть. Иногда какие-то заковыристые слова из быта, из поэзии 18 века, конечно, проникают в стихи, но их меньшинство. Вы назвали Тейлора таксистом, водным таксистом на современном языке. Но вы тоже как переводчик, такой паромщик, перевозчик. Вы работали с двумя эпохами, которые хронологически соседствуют. Это Елизаветинская эпоха и эпоха яковианцев. Что связывает эти эпохи? Чем они отличаются? Вы перевели классика 17 века Томаса Оттуэя. Он, по-моему, символ яковианской эпохи. Где общая граница, а где разбегающиеся литературные миры? Ну, тут интересно то, что, хотя Елизавета тоже писала стихи, не так много написала, интересно в этом то, что сам Яков Первый был, в общем, выдающимся поэтом. И я довольно много его перевел для своего Тома Полпа, потому что Полп о нем высказывался в высшей степени похвально. И Яков написал длиннющую поэму, которую я не перевел из-за того, что она очень длинная. Это его центральное произведение, поэму Лепанта, посвященное битве при Лепанте с турками. Но я перевел его другую поэму, которая называется «Феникс». Это очень изобретательная вещь о том, как лирический герой Якова поймал Феникса, и как он с ним потом обходился, и что с этим Фениксом произошло. Это Феникс ко всему еще была женского пола. А так он писал сонеты и циклами писал. То есть не венки сонетов, а циклы сонетов, которые складываются в небольшие поэмы, а также довольно длинные стихотворения. И я перевел довольно много для этого тома. То есть поэт, он был в общем выдающийся, действительно выдающийся. Эквианское время, оно не сильно отличается от Елизаветинского по стилю. Это по-прежнему тяготение к очень сложному синтаксису, довольно изощренному поэтическому языку, который иногда заносит автора. То есть приходится периодически выпрямлять их цветистости, потому что они порой вызывают улыбку там, где они не должны вызывать улыбки. Так что мне приходилось их немного выравнивать, хотя я пытался оставлять все заковыристые метафоры там, где они есть. Что касается Томаса Оттуэа, он был популярнее Шекспира, когда он писал. Его считали драматургом номер один, и над его пьесами обливались слезами, хотя одна из его пьес, например, «Трагедия Кагая Мария», там идет прямое заимствование из Ромео и Джульетты, вплоть до тех же монологов Джульетты на балконе, где Джульетту заменяет некая Лавиния, дочь римского аристократа и консула, а роль Ромео играет младший сын Мария. Вся сюжетная линия разворачивается по Шекспиру, о чем сам Оттуэ признается в прологе к своей пьесе. И даже знаменитая «Роза пахнет розой», хоть Роза, зови ее, хоть нет, дублируется Оттуэем пьесе. Смерть точно такая же, как у Ромео и Джульетти, у обоих, у этой Лавинии и у Марии, и так далее, и так далее. Но есть одно отличие Оттуэ от елизаветинских поэтов. Он менее цветист, но невероятно страстен. То есть он просто захлебывается эмоциями в каждом своем монологе, в каждом своем диалоге. И иногда его сильно тоже заносит эмоционально. И это, по всей видимости, производило на слушателей самое главное впечатление. В общем, интересно, что из-за этой пьесы о Марии Ромео и Джульетта трагедия была забыта на 140 лет. И все как раз театры ставили именно трагедию Оттуэ, и народ плакал над судьбой Лавинии и Мария, в отличие от того, как бы он плакал над судьбой Ромео и Джульетты. Это говоря о том, что Шекспира отодвинули до 19 века, в общем-то, потому что после смерти Шекспира его перебили Драйден. И трагедия Драйдена, например, «Все ради любви» была, в общем, конкурентом Антонио и Клеопатры в течение 200 лет. То есть Шекспира не ставили до 1860-х годов. Вместо него шли Оттуэ и Драйден. Такое было время. Привет! Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня поэт и переводчик из Чикаго Илья Кутик. Илья, вот мы разговариваем, и видно, что вы постоянно пребываете в зарубежье, в языковом и историческом. Для вас был естественным ваш отъезд из России. Я никогда ведь не уезжал. Я начал ездить по разным странам в эпоху перестройки и в какой-то момент осел в Швеции. А уже из Швеции я попал в Соединенные Штаты. Так что я, как бы, так сказать, официально никогда не уезжал. Я себя чувствую комфортно в другом языке. И мне это даже нравится. Ну вот всё, что я могу сказать по этому поводу. Илья, я хочу вернуться всё-таки в архаику. Вы бы не могли прочесть маленький фрагмент из елизаветинцев или яковианцев и заняться самоанализом, деконструкцией вашего перевода? Я хочу прочитать автора, который совсем неизвестен российскому читателю. Это Джон Уилмотт. Джон Уилмотт, который известен всем как граф Рочестер. Граф Рочестер – это уникальная фигура в английской поэзии. Он один из самых крупнейших поэтов уже карловского времени, Карла Первого. Он был придворным, известным при Карле. Чем он известен? Это английский Барков. Я его переводил со всеми барковскими словами на русский. Что-то читать по радио совершенно невозможно. Это надо читать глазами, конечно. Но он поэт крупнейший. И я хочу прочитать одно стихотворение, которое обходится без матерщины. «Изможденный развратник». Как адмирал свой потерявший флот в прошлой войне, Но храбрый, как и ранее, На холм карабкается, чтоб с высот его узреть, Ход чьей-то новой брани. И вот уже в разгаре бой морской, Где громко рвутся паруса и ядра, А он в бою участвует душой, Как будто там внизу его эскадра. Глаза его лишь вспыхивают, Как ночное небо молниями снизу. Это его там, а не чьей-то враг, В кровавую ступает антрепризу. Так вот и я, развратом изможден, До полностью утраченного пыла На лене берегу, уж сколько дён, Всё вспоминаю, как меня штормило. Передо мной бутыли корабли, Которые ко мне на стол приплыли, И остроумья залпы, целься пли, Слышны с бортов моих спиртных флотилий. Нет дела новобранцам до моих рубцов, Но радость прежних похождений, В которых был я, безусловно, лих, Перекрывает вздохи горьких пений. Да, юноша иной весьма красив, Но до моих свершений далеко им, Этим юнцам пусть пьют, Хоть ублажив призрак порока, Дорожу я коем. Пускай норовоучитель хочет нам Позапрещать все выходки в постели, Сбодрит его мой сказ про ножки дам, И их сердца, когда я был в пределе, Про прелести давала, к чьим уж я Отсиживались в клубах, Про те стёкла, что я побил, Когда из спален я бежал в окно, И как их прелесть блекла. Ты помнишь Хлорис, Парня, кто носил записки между нами? Всё равно мне, что ты ему дала, Но жгучий пыл к его хозяйству, Хорошо я помню. Уверен я, рассказ про бывший срам Педанта воспалит воображение Настолько, что поджечь какой-то храм Захочет он или спится во мгновение. Всю жизнь играл я, как дурак в лото, Зато теперь я в мудрецах пребуду, Кроме бесстыдств, негоден ни на что, Я импотент подначиваю к блуду. Илья, в прошлом веке, в конце прошлого века Вы издали книгу переводов шведских поэтов. Что это за явление, Шведский поэтический язык? Какие проблемы у вас были? Мне кажется, что у шведов Всё-таки репутация, по крайней мере отчасти, Репутация мистиков. Вы справились с задачей, которую вы ставили? Я считаю, что да. Я справился с этой задачей. Моя задача была ввести шведскую поэзию В контекст русской текущей литературной ситуации. И мне это, по-моему, удалось, Судя по огромному количеству дискуссий, Которые вспыхнули из-за этой книги, И так далее, и тому подобное. Мне пеняли и пеняют тем, Что я переводил в рифму Многие стихи, которые по-шведски не зарифмованы. Но дело в том, что люди просто не знают Контекста шведской литературы И не понимают, что шведы не рифмуют, Как французы, Уже много-много-много лет. А тем не менее, Стихи формально Также метрически Выверены. И, собственно, Если бы не конечные рифмы, Которые у шведов отсутствуют В большинстве случаев, Они бы выглядели по-русски Чисто рифмованными стихами. Многие пишут катранами, И так далее, и так далее, Терцинами, И прочее, и прочее, Что вполне по-русски Было бы рифмованным стихом. А не каким-то там свободным, Который распадается и не запоминается. В общем, мне важно было Шведскую поэзию сделать русской поэзией. Что касается мистики, То да, я переводил Одного шведского поэта 19 века Эрика Юхана Стагнелиуса. Я, в общем, перевел книжку Его целую, Которая до сих пор не издана. Это классик Шведской литературы И мистик. Такой, как бы сказать, Гностик он, мистик. А что касается Современной поэзии, Я главным образом переводил Современную поэзию, То она в Швеции В высшей степени Первого класса. И мне важно было Сказать, Как это может существовать По-русски. Тогда еще был жив Томас Трансленер, И тогда еще он не был Нобелевским лауреатом. Мы с ним дружили, И он прекрасно знал, Что я его перевожу в рифму, И это его совершенно не смущало. Вот. Он как бы даже дал свое согласие На то, чтобы я его рифмовал, Как мне вздумается. Так что я перевел Транстромера рифмованным стихом. Не все. Какие-то есть у Транстромера Чистые верлибры, И я их переводил Чистым верлибром. А все остальное, Что в общем походит По-русски внешне На рифмованный стих, Я перевел рифмованным стихом. Можно вас попросить Прочесть что-нибудь Из Транстромера? Конечно. Я прочту одно его Небольшое стихотворение, Оно очень знаменитое. Называется «Аллегра». Это как Транстромер, А он был еще и музыкантом, Пианистом, Играет Гайдена на рояле. Там есть одна такая штука, Я эту метафору по-русски изменил. Там по-шведски Он засовывает руки В Гайден карманы, Что по-шведски звучит Очень хорошо. Гайд фикур. А фикур – это карман. По-русски гайден карман Это звучит как просто Какая-то бредятина. Хотя образ очень зримый, Как будто он складывает Свои руки в клавиши, Как карманы. Но пришлось это изменить. И я нашел другое. Я нашел просто замену Вместо гайден карманов Я придумал гайден парк. Вместо гайд парка, соответственно. Вот такое стихотворение. Играю гайдно, Когда дохожу до точки. Пальцы овеяны Теплой славой. Согреваются клавиши, Куют молоточки. И звук, как зелень, На ощупь слегка шершавый. Звук – Есть свидетель того, Что свобода почти дикарка, Что можно кесарю И не платить налогов. Так я гуляю по своему гайд парку И забываю все, Зелень его потрогав. Это как флаг, Вывешенный со смыслом. Мы не сдаемся, Оставьте лишь нас в покое. Но дом, Он стеклянный, И под навислым камнем. Все шаткое здесь такое. Вот камень отторгся, Пути высекая стрелы, Как будто целись, Но стекла чуть вздрогнули, Целы. Илья, большое спасибо И счастливых путешествий В машине времени. Большое спасибо, Илья, за беседу. Нашим собеседником был Поэт и переводчик Илья Кутик, Живущий в Чикаго. Это был подкаст «Зарубежье», Который ведут Иван Толстой И Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас На всех доступных вам платформах. Игорь Померанцев. 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 Игорь Померанцев.